Впрочем, некоторые участки дорог впору перекрывать из-за их неудовлетворительного состояния. Автолюбители массово жалуются на ямы. Станции техобслуживания подсчитывают прибыль. Дорожники спешно латают участки некоторых дорог то кирпичом, то всю же асфальтобетонной смесью. Однако ситуация, по словам омских водителей, плачевная. Дмитрий Ковалев выяснил у специалистов, сделаны ли выводы из прошлогоднего ремонта дорог и чем он будет отличаться в этом году. А заодно отыскал самые коварные ямы и составил для автолюбителей карту опасных мест на омских дорогах. Разбитые подвески, сломанные бамперы, езда по встречной полосе. В автомастерских нет свободных боксов. Большинство машин с мелкими повреждениями. Детали шасси и кузова не выдерживают слалома на дорогах. Ремонт, рассказывает Ольга Шатова, обходится водителям минимум в 10 тысяч рублей. Бампера оторванные, подкрылки оторванные. Вот, допустим, на данном автомобиле хорошо видно, что пострадал бампер, пострадало крыло автомобиля. А вот так выглядели дороги год назад. Амичи просили о помощи, звонили на прямую линию президенту и судились с мэрией. Звучали предложения ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. В итоге на ремонт потратили 1 миллиард рублей. Только тогда водители смогли ездить со скоростью больше 20 километров в час. Но уже этой весной на отремонтированных улицах вновь появились ямы. В некоторых местах асфальт, как говорят чиновники, начал шелушиться, поскольку дорожники использовали некачественный материал. Эти участки будут переделывать. У подрядчика гарантийные обязательства за 4 года. И в течение 4 лет он будет устранять все подобные нарушения. Причину подрядчик для себя уже выяснил. То есть, все-таки надо более тщательно входной контроль материалов проводить. Впрочем, о решимости контролировать работу подрядчиков говорит нежелание чиновников даже оценивать их работу. Оцените дороги сейчас в Амске? Ну, намного лучше, чем в прошлом году и в позапрошлом году. Ну, сравнивать это не... Это в любом случае будет субъективная оценка. Давайте я это делать не буду. А, не хотите? Нет. Главные магистрали частично привели в порядок. А вот на второстепенных улицах асфальт продолжает разрушаться. Сейчас рабочие только и успевают экстренно латать выбоины на перекрётках. Но пока чинят одни дороги, приходят в негодность другие. Это улица Арктическая. Ямы здесь залатали в начале прошлого лета. Тогда чиновники обещали. Технологии помогут сделать ремонт качественно. Заплатки продержатся 2, а то и 3 года. Но спустя 9 месяцев ездить здесь снова небезопасно. Ещё одна улица, ремонтом которой не могут похвастаться омские дорожники – третий разъезд. Здесь каждый год проводят ямочный ремонт. Или, как его называют специалисты, аварийно-восстановительный. Но пользы от него немного. Конусов не хватит, чтобы предупредить водителей о каждой яме. Таких мест в городе сотни. Единственное, на что могут рассчитывать амичи – карточный ремонт. Когда асфальт укладывают не в яму, а на несколько квадратных метров. Работы начнутся в мае. Уже определены улицы, асфальт на которых заменят полностью. Техника зайдёт на главные городские магистрали. Если торги пройдут вовремя, то дорожники начнут работу уже в первые дни лета. Но такой ремонт бесполезен, утверждает почётный строитель Леонид Торшилов. Чтобы покрытие не разрушалось, необходимо укреплять основание дороги. Например, как это было, когда строили улицу Жукова. Там под асфальтом монолитное основание. 25 лет без капитального ямочного ремонта. Дорога отработала. На сегодняшний день сохранила продольный поперечный профиль и достаточно ровную поверхность покрытия. Но даже ямочный ремонт можно проводить качественно, уверен эксперт. Для этого в провал нужно сначала заливать бетон и только потом укладывать асфальт. Это поможет сохранить покрытие не только на месте выбоины, но и рядом с ней. Дмитрий Ковалёв, Павел Ходынский, Дмитрий Головко. Омск здесь.